Привет, друзья! Сегодня мы с вами будем готовить необычную яичницу. Для этого нам понадобится 2 яйца, черный хлеб, кусочек сливочного масла, немножко растительного, острый перец, красный, соль и немножко на нас в морозилке достану может быть зеленого лука. Приступаем к приготовлению необычной оригинальной яичницы. У меня просто нет сегодня супа. Извращаемся как можем. А пусть ты хоть... Итак, друзья, для начала, сейчас я подвину. Для начала мы ставим сковородку на плиту, включаю на сильный огонь, наливаю сюда немного растительного масла, ну что, не знаю, ну так чайную ложечку, меньше. И кладем еще кусочек сливочного масла. Не с преда никакого там маргарина, а именно сливочного. Для того чтобы было очень, 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 очень вкусненько. Очень, 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 очень вкусненько. Такс. Вам видно? Вот такой кусманчик, не больше. Вот такой. Не знаю, сколько тут грамм. Грамм 15, наверное, не больше. И надо, Надо, чтобы сливочное масло растопилось прямо в растительном. Чтобы оно не горело. Минутку сейчас масло уберу и возьму зелень. Итак, друзья, масло немножко размешаем. Так вот. И теперь пусть нагревается. Нужно, чтобы сковородка обязательно нагрелась. Для того, чтобы получилось все вкусненькое. Так, друзья, вот я достала зелень лука и не удержалась немножко петрушки. Вот лук у меня внизу, а эта петрушечка. Видите, как я даже не нарезала, так просто порвала ее. Мне нравится. Вот душистая. Сейчас мы берем черный хлебушек. Очень тихо говорю, потому что у меня такое настроение. У нас жиркий холод. 11 градусов, но ветер прорывает все кишки. Берем черный хлеб. У меня такой немножко подчерствевший. И нарезаем маленькими кубиками. Толщину кубиков вы можете выбрать сами, какая вам больше нравится. Ну и количество хлеба тоже. Ну, допустим, вот два кусочка, это даже, наверное, будет много. Ну, я возьму два кусочка. Берем и нарезаем таким не очень мелким и не очень крупным кубиком. Где кубик, где прямоугольник, короче, геометрия. Так, один кусочек порежем. Корочку сейчас срежу. Какая-то слоистая. Птичкам сейчас голубям покрошу. Так. Здесь самое главное, интересно так поджарить на сильном огне, для того, чтобы наш сухарик сверху немножко подрумянился, а внутри он остался мягким. Вы представить не можете, как это потом будет вкусно. О, зеленюшка попала. Я ее съем. Вот. Когда сливочное масло топится вместе с растительным, оно не подгорает. Хотя, конечно, у меня бутерброд, но воды здесь, наверное, много. Вот видно даже сыворотка такая белая. Ну, ладно. Ждем, пока разогреется. Вот. Сейчас для сухариков нам понадобится немножко соли и острый перец. Это я так делаю. Вы можете делать без перца. Я люблю такую перченую еду. Вот. Я за последний год привыкла кушать красный перец, потому что он очень полезен для организма. Он дает организму огонь. Понимаете? Согревает, улучшает обмен веществ. И вообще это хорошая штука. Вот. С моей нервной системы, я не знаю, может быть и нельзя перец, но для полного тонуса организму не нужно. Так, все. Вот. Зашуршала, да, заскворчала. Стряхиваем так немножко. Кошечки стряхиваем. Стряхиваем кошечки и бросаем сюда. Кошечки желательно стряхивать, чтобы они там не горели в масле. Итак. Раскидываем все по сковородочке, чтобы каждый кубик у нас был на масле лежал. Сейчас пока еще не поджарилось, я немножко подсолю. Можно солить сразу, чтобы потом не солить яйца. Я так и сделаю. Так. И сразу же поперчу. Не переборщите. Люблю острого. Пусть поджаривается. Ждемся. Сейчас я пока голубям хлеб покрошу. Кошечки никогда не выбрасывайте. Не стряхивайте. Не в раковину, не в ведро. Вот. Взяли и в фоточку выносили. Ну, конечно, я не знаю, может вы там в многоэтажках живете, теперь делать нельзя. Я не в курсе. Но если как я живете, то каждую вашу крошечку, выброшенную в окошко, съест какое-нибудь живое существо. Я не знаю, вплоть до букашечки, наверное. А птички, они такие, они все-все клюют. Особенно зимой, когда холодно. Это надо обязательно птиц подкармливать. И вообще всех, если есть у вас возможно, отходы какие-то. Даже овощи отварные. Собаки на улице, кошки все съедят голодные. Хороший хлеб они кушают, плохой хлеб они не кушают. Все возмущаются. Вот, собаки зажрались. Я уже как-то говорила об этом. На помойке хлеб не едят. Вы посмотрите, из чего этот хлеб делают. Животное знает, что это нельзя кушать, что это отрава. Поэтому и не едят. А хороший черный хлеб они едят. У меня дружок тоже белый хлеб, он не ест, а черный с удовольствием ест. Поэтому животное это не обманешь. Даже если кусочек хлеба у вас остался, сухой, заверните его в салфеточку, положите в карман, идете и бросьте где-нибудь там, положите. Не знаю, рядом с урнами там, или там, где животинки с подвалом бегают. Не жадничайте, блин. Потому что все это продукт сгниет, а так он может чью-то жизнь спасет. А, кстати, мы без животных вообще ничто. Они нам даны для радости жизни. О, размешиваю, потому что уже обжарились. Сложно, конечно, так размешать. Животные все, да, вот нам даны зачем? Для того, чтобы мы научились быть друг другу нежнее, ласковее, добрее. Человек вообще жестокое существо по своей природе. Ничтожное, жестокое существо. Да, не надо себе лицемерить, и важно, что это так. А животные, они, посмотрите, как они обращаются в каких-то стрессовых ситуациях друг к другу. Как они помогают друг другу. Неважно, какого-то там рода, племени, я не знаю, там, цыпленок ты, или собака, или сучушка ты, или слон. Все равно. Так, добавляю огонек. Сейчас. Немножечко. Вот так вот дам остыть в сковородке. Знаете, для чего? Для того, чтобы яйцо сразу не горело. Поэтому даже на тройку переключу. Чтобы яйцо не горело, немножко остужу. Нет, кто-то любит, когда зажаристую, то можете спокойно вот так вот сейчас прям брыкнуть яйца сюда. А я не люблю. Оно, конечно, все равно зажарится, потому что, ну, я имею в виду, белок подхватится, потому что сковорода горячая. В любом случае. Вот. Будем учиться, как повара делают. Ох, классно получается. Так. Вот так. Сейчас вот так вот. Сейчас я немножко поодрю от вас. Можно дошмякнуть прям на сухарики, а можно маленькие такие, сделать такие норки. Вот. И брякнуть сюда яйца. Вот так вот отгородить. Два в другую катушку. Вот. Брякнули сюда яйца. Солить уже не будем. А, кстати, давно я не ела уже с желтком. Ну, с этим, с таким разжиженным. Но вот здесь это очень важно. Почему? Хочу сказать. Сейчас скажу почему. Потому что здесь прикол весь. Ну, сейчас покажу вам. Такой штуки. Петрушку, наверное, тоже сейчас заброшу. Сейчас с луком перемешаю сразу. На яйцо. Холодное. С морозитой. На яйцо, потому что на сухариках, на... На комфор... Тьфу, господи ты, боже мой. На сковороде не горит. Лучше, конечно, это сейчас белок. Я вообще люблю, когда перемешивается он. Сейчас, знаете, что я сделаю? Я немножко... Ну, белок уже схватывается. Я немножко прикрою с дырочкой. Чтобы белочек прихватился, а желток остался. Обязательно надо дырочку оставить вот здесь, щель, потому что желток моментально схватится, если у вас будет плотно все закрыто. Хочу вам сказать, что вот у меня стаж кулинарный, да? В общей сложности с 19 лет. Сейчас мне 51. Очень большой. 32 года получается, да? Но я до сих пор не умею готовить идеальную там глазунью, допустим, да? Что-то там такое идеальное. Я никогда не задавалась целью что-то делать фирменное, там такое блюдо какое-то, естественно. Я любое блюдо, которое я готовлю, там, я не знаю, даже салат обыкновенный там летний, и то я делаю это с любовью, с удовольствием. Поэтому получается все потрясающе вкусно. Что-то с чайником открытый. Потрясающе очень вкусно получается. Поэтому котенька сидит. Сейчас покажу красоту эту. Котенька. Котенька. Туда мне в угол не смотрите, там поднос с банками у меня. Смотрим, что у нас тут. Белок еще не схватился. Потому что на тройке, кстати, четверку переключу. Я сейчас кое-что нарежу на тарелочку еще. Ну все, друзья, я выключаю. Оно уже так дойдет, но крышку не закрываю. Выключаю. Итак, друзья, наша необычная, оригинальная глазунь и лишница готова. В идеале это кушат со сковороды, друзья мои. Я тут добавила маринованные домашние огурцы. Знаете почему? Потому что вот, видите, какой казус. Я стала перекладывать, и сухарик разорвал яйцо. Поэтому кушать надо вот так. Смотрите, почему, в чем прикол для еды. Немножко я сильно зажарила. А, вот почему у меня просто подсохший хлеб. Уберите свежий хлебушек. Короче, вот, надо желточек вот так вот обваливаем. Сухарик в желточек и в ротик. Это потрясно вкусно. Сладкий черный чай. Наша вкусная еда. Обыкновенная. Просто потрясающая. Ням-ням-нямка. Вот. Короче, друзья, готовьте удовольствием. Балуйте своих близких и родных. Удивляйте гостей. Желаю вам кулинарного вдохновения. Радости бытия. И восхитительной любви к жизни. Ходите по ссылочкам. Ставьте дизлайки. Ставьте лайки. Звоните в колокольчик. Делитесь в соцсетях. Подписывайтесь на канал, кто пришел ко мне в гости. Подписывайтесь. Подписывайтесь. Не пожалейте. Канал у меня позитивный и вкусный. Оставляйте в плейлистах. Простая вкусная яичница. Оставляйте в плейлистах. Пригодится обязательно. Сытно. Желаю вам всего самого доброго. До встречи. Чао-какао. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова